Всем привет! С вами Хватит 3 минут. И сегодня мы посмотрим решающий бой за выход в финал турнира Dazor Cup, который проходил на карте Кастилия. И постараюсь вам прокомментировать и разъяснить, какие наши были действия, и что у нас вообще пошло не так. Карта Кастилия. Пост-этапа у нас 2-28, 2 СА-4, 1 Паттон Питбуль, Е50М и Батчат. Поехали! Что вообще мы хотели, какая у нас была изначальная задумка? Это прогнать 2-х СА-4 в точке B. Таким образом, они были у нас агр, заагрессировали, чтобы на них противник. 2-28 ехали на Кастилию, на верх. Решил я таким путем подняться, здесь, я считаю, побыстрее, по таймингу. Именно через реку можно было полностью объехать с Респа, у нас поехали Е50М и Питбуль, и подъехать вот сюда наверх. Но тут Бат дает засвет, едет ИС-4, поджимается к мельнице. В принципе, пока все неплохо, но то, что мы прогадали, не ожидали, вот то, что поджмется вот так и седьмой на наш противоположный балкон. Тем самым он нам испортил задумку. 1-28, к сожалению, не поднялся, это нервный. И я остался в заперти. По точке А вроде как светится Леопард, но на данный момент мы сейчас находимся в ожидании того, что будет, где находится команда противника. И седьмой агрессивно пытается высвечивать, и тут берется точка С. Плюс Леопарды начинают агрессивно работать по нашему ИС-4, который подставляется, но он находится в таком положении. Тут мы даем тычку, голдуем, потому что я не ждал, что он будет сдавать вниз так назад. Все, точка С взята, у нас было принято решение взять точку А. Эти СТшки упали вниз. И тут на него просто там агрессивная вкатка, там оказался 2-8 стоит на мосту. С ним еще много было проблем, там достаточно много было непробитий. Ну, там читерная броня, это можно понять. Плюс сейчас Леопарды сагрессируют на наш СТ, тем самым ИС-4 еще более-менее немного поживет. Все, три ИСа, точка С у нас была полностью отключена. Бат убежал. Здесь чудом залетает просто тыка. Все, он полностью поджимает наш лес. Нам нужно что-то делать. Я смотрю, три танка на точке А, и плюс у нас два танка. Нужно помогать им. ИС-7 мы принимаем решение забирать. ИС-4 покатили на них. И тут самый опасный момент. Нужно в то же время разменять 2-8, который будет умирать. И мне нужно еще помочь с точки А. Я сдаю назад, чудом мне кто-то не пробивает. Под НЛД у меня улетает просто 800. Благо я здесь выжил, потому что буквально еще 1-2 тыки, и просто уже бы ушел в ангар. Как-то они еще там держатся. ИС-4 остался вроде как. Здесь я еду помогать нашим. Забираю Леопарда. И обращаю внимание, что он у меня смотрит, пасет 2-8. Чудом ухожу. Опять же, такой опасный достаточно момент был. Ухожу из-за света сейчас. И выдаю по нему тыку. Все осталось его чисто просто добрать. ИС-4 еще тем временем пока живет. Вроде бы нормально. Хотя по танкам мы ведем. У нас 4, у них 3. Но по ХП у нас все плохо. И здесь отсвечивается 2-68. Вот этот момент, он самый важный. Арт-экстрим на стриме я сказал, что здесь мы не разменяли своего ИС-4. Вот карты деньги два ствола, который стоит. Мы не могли разменять, потому что я ваншотный. Если я выйду где фулл хаус, он меня просто прорингинит. И неизвестно, может быть просто 2-68 стоит в канавке и пасет этот момент именно участок. А скорее всего так оно и было. Плюс у нас Е50М, который сейчас подъедет ко мне. Он тоже ваншотный. Не стали мы рисковать. Потому что это минус танк. Нам сейчас ни к чему был. Просто ожидание. Небольшое дымительное ожидание. Тут 113-й поехал наверх подниматься. И отвлекся. Он решил дать по нашему ИС-4. Тут появляется у нас шанс выдать еще одну тыку. Это по ИС-4. Вот здесь у нас уже более-менее нормально у меня просел. Плюс 28-й меня справа никак не прокидает. Ухожу каким-то чудом. Не дает мне тыку 113-й. Скорее всего просто у воинов не хватило. Но у него минус 4 у воина. Сладенький достаточно. Все. У нас есть инфа по 28. Он у нас в принципе уже не опасен. Пытается танкануть 113-й. Но делает это не очень аккуратно. И подставляет тем самым свои НЛД. Все. Он просто агрессивно катит. Даст он мне сейчас голду. Комальхива. Но его прогнал. Потому что со мной Е50М. Плюс мама наказалась. Сейчас последняя тыка его заберет. В принципе здесь мы проигрываем уже сильно по очкам. Да и не так у нас много времени. Тут нужно просто ехать уже и рисковать. Батика нашего зажали. Потому что заднего него будет ИС-4. Впереди у него 2-8. Ему просто нужно было катиться. Уже повезет не повезет. Ну. К сожалению не повезло. Он не пробил 2-8. Здесь я еще думаю что может быть 2-8 отсюда выйдет. Попас немного. И все. Тут ИС-4 в засвете надо ехать. Просто уже теряем много времени. И еще и плюс засвечивается 2-8. Все. Вот он эта ситуация. В которой батчат сейчас поедет спускаться вниз. И к сожалению не пробьет 2-8. Но там слабое достаточно пробитие у батика. Поэтому оно следовало даже ожидать. Там сильные наклоны. Кто смотрел на стриме увидит. Здесь мы даем тыку по С-4. Остается у него 238 хп. И остаемся мы вдвоем. Надо просто рисковать. Е-50М. Здесь я все таки увидел кучу трупиков. Тяжело было проехать через точку Б. Хотел через точку Б проехать. Здесь есть проезд вот этот. Но к сожалению. Просто танк соскальзывает. И я тоже теряю опять что-то много времени. Мне приходится через реку уже ехать. Просто лететь. К нашему Е-5. Который сейчас как раз таки засветит 2-8. И чудом на самом деле он его забрал. Потому что 2-8 пробой очень хороший. И даже мог на кумулятиве спокойно забрать нашего Е-50М. Плюс сейчас если вы обратили внимание. У Е-50 осталось 445 хп. У него было 460 нехп. Хотя он особо ни от кого не получал тыку. Скорее всего он просто неаккуратно спустился с горы. И тем самым потерял немножечко хп. Который может быть. Может быть. Где-то бы нас и спасли. Но это не точно. Здесь я уже рискую. Бортом проезжаю. Но у меня я обращаю внимание что не засвечу. Тут важный момент будет. Времени мало. Решаю взять фугас. Но к сожалению альфа не проходит. И тут я прокатил вперед. Хотел за камешек проехать чтобы он его не увидел. Тем самым поджавшись. Быстрее доехать до него. Но это тоже сыграло свою роль. Меня забрали. Можно было сдать назад. И вот сейчас уже осталось мало времени. 25 секунд буквально. И уже где-то может быть даже на нервах. Игрок проезжает бортом. Ловит 445 хп. К сожалению. Да. ББшка прошла. Можно было понятно что где-то лбом прокатить. Постараться чтобы противник дал кумулятивам. Но неизвестно опять же как бы оно все вышло. Может быть просто бы не отстреливался бы. И мы теряли тем самым много времени. Уже нужно было просто рисковать. Как-то так. ИС-4 к сожалению забрали без размена. От которой леопарды его напрягали. Плюс где-то немного чуть-чуть не хватило. Всем спасибо кто посмотрел данный бой. Также подписывайтесь на канал. Комментируйте. И всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok